Цапов кивнул головой. Бородач пошел к водителю, что-то приказал ему на местном языке. Автобус вернул в сторону и мягко затормозил. — Выходи! — приказал бородач Цапов. Тот послушно встал. Впереди шел бородач, за ним Цапов. И замыкал шествие охранник. Молодой свингст не стал возражать, но неодобрительно покачал головой, крикнув на прощание. — Не отходите далеко от автобуса. Они вышли из автобуса, прошли дальше по дороге. Цапов огляделся. Повсюду было темно и почти не было никакой растительности. Он показал рукой в сторону. — Вон там удобное место. И день согласился бородач, доставая фонарь. — А я над тобой стоять буду и смотреть, что ты делаешь. — Так и будешь стоять, — разозлился Цапов. — И не противно? Ты много не разговаривай, — посоветовал бородач. Снимай брюки и делай, что хочешь. Если ты убежать собрался, то ошибся сильно. Здесь убежать нельзя. Быстро поймают. — Ничего я не хотел. Просто живот болит после самолета, — огрызнулся Цапов, увидел, как из автобуса выходит еще один охранник и тоже с автоматом в руках. — А ты зачем слез? — крикнул ему бородач. — Приказал наш гость. Иди, говорит, помоги ребятам. — Много он командует, — явно разозлился бородач. — Мы бы и без него справились. Вернись в автобус. — Но он приказал. — Вернись, — говорю. — И в этот момент, пользуясь тем, что внимание бородача было отвлечено, Цапову резко ударил в лицо стоявшего рядом с ним охранник. Тот от неожиданности качнулся, и Цапов быстро выхватил его автомат. Бородач поднял свой автомат, но этой секунды Цапову хватило, чтобы прижать к себе своего незадачливого охранника. Терзалась длинная очередь, и прикрывающая Цапова тело дернулась и обмякла. Константин швырнул тело погибшего на бородача и поднял автомат, давая короткую очередь. Бородач как-то странно боком упал на землю, автомат отлетел в сторону, и фонарь, которым он освещал всю стену, тоже оказался на земле. Цапов прыгнул в сторону за мгновение до того, как третий головорез стоящего автобуса поднял свой автомат. Очередь просвистела буквально у него над головой, но он услышал, как из автобуса крикнули, чтобы никто не стрелял. Из него выскочил Сингс, которого Константин справедливо считал гостем. Из машины сопровождения, которая затормозила впереди автобуса, уже бежали двое его людей. — Не стрелять! — закричал этот тип. — Не стрелять! Он нам нужен живым! Цапов лежал на земле, тяжело дыша, автомат рядом. Теперь он так просто не отдаст свою свободу. Эти условия, конечно, неравны. Даже не потому, что он один, а их шестеро, с учетом двоих оставшихся в автобусе. Они местные, а ему придется ночью ориентироваться в незнакомых условиях. Он подтянул к себе автомат. Нужно поскорее уходить. Гость, стоявший у автобуса, громко скомандовал, и один из головорезов побежал к автомобилю. Через секунду Цапов услышал, как джип, сопровождающий их автобус, разворачивается. «Осторожнее!» — крикнул гость, усаживаясь рядом с водителем. «Постарайся его не задавить!» «Черт возьми!» — с раздражением подумал Константин. Но такой он не рассчитывал. Машина, светя фарами, двигалась прямо на него. «Нужно быстрее уходить, но от машины не убежишь, если бы ребята в автобусе догадались хоть как-то отвлечь внимание других боевиков. Хотя что они могут сделать? Там остались еще водитель и один из охранников. Ребята не самоубийцы, поэтому и сидят там спокойно». Он дотронулся до автомата. «Нужно подороже продать свою жизнь. Но как все-таки они узнали об их рейсе?» «Неужели Горелый заранее предупредил? Но ведь никто не знал, что они летят именно в Ташкент. Хотя билеты!» Цапов пополз в сторону, стараясь отползти от автобуса подальше. «Билеты!» «Если они заранее знали фамилии тех, кто едет, то не заставляло труда проверить по компьютеру, куда именно летят эти трое. Все верно!» «Горелый наверняка подставил своих ребят. Слишком большая награда этот караван. Слишком большая, чтобы Горелый мог совладать со своей совестью. Сукин он сын. Нужно обязательно вернуться живым в Москву. И хотели бы сообщить о случившемся, чтобы покарать Горелого, который оказался ненадежным союзником». Цапов понял, что нужно отползать быстрее, иначе он рискует попасть в поле видимости фары джипа и оказаться в лучшем случае застреленным с двух сторон. Но подняться он не мог. Со стороны автобуса наступали еще двое боевиков, и ему приходилось тяжело отползать назад. Но джип приближался еще быстрее. Видимо, наступила последняя ночь в его жизни. Он крепче прижал к себе автомат. Нужно успеть хоть что-то сделать до того, как его убили. Если он сумеет убить сидящих в джипе, то у ребят может появиться шанс. Но если только он сумеет их убить. Цапов рывком поднялся на ноги, упер в живот автомат и дал длинную очередь под приближавшемуся автомобилю. Он выпустил все патроны, с отчаянием понимая, что это его последняя очередь. Но со стороны автобуса не стреляли. Джип остановился. Переднее стекло разлетелось в дребезги, и водитель упал на руль с простреленной головой. Но второго пассажира нигде не было видно. Цапов растерянно оглянулся по сторонам, когда почувствовал, как ему в спину уперлось дуло пистолет. «Спокойно», — сказал тот самый Сфинкс, который брал его в аэропорту. «Одно движение, и ты покойник». Константин дернулся, но сработал инстинкт самосохранения. Готовый еще мгновение назад умереть, он теперь хотел жить, и руки, уже не повинуясь разуму, обочиняясь животному чувству страха, выпустили из рук автомат. Он понял, что проиграл не только этот раунд, но, возможно, и жизнь. Сфинкс перехитрил его. Он незаметно вылез из автомобиля и шел за джипом в тени, невидимый Цапову. Очевидно, он просчитал и такой вариант, при котором загнанный бугол пленник окажет яростное сопротивление. «Не дергайся», — сказал этот тип, которого Цапова отчасти зауважал за изощренный ум. Со стороны автобуса уже бежали еще двое головорезов. «Не вышло», — огорченно подумал Цапов. «Не получилось. Теперь придется заплатить по полной программе. Теперь придется платить». У него был только один шанс, и он не сумел использовать его. Подбежавшие охранники надели на него наручники и повели к автобусу, щедро награждая тумаками. Но от большего они предусмотрительно воздержались. Он поднялся в автобус и увидел лица ребят, которые, похоже, были искренне огорчены его неудачной попыткой. Один из охранников так сильно толкнул его, что он упал на пол и еще получил удар по почкам. Самым огорчителем оказалось то, что он не убил бородача. Тот сидел в первом ряду автобуса, мрачно глядя на своего пленника. Он был ранен в руку. Другая пуля попала в бок, и водитель автобуса осторожно перевязывал его. Глаза бородача вспышнули с садистской радостью, когда он увидел своего пленника. В них было столько радостного торжества охотника, что цапом невольно поежил. А в автобусе Сфинкс приказывал. «Заберите трупы в автобус. Посмотрите, чтобы ничего не осталось, никаких следов. И пусть кто-нибудь сядет за руль джипа. Нам ехать уже немного». Он поднялся в автобус и посмотрел на бородача, спросил. «Как твои раны?» «Жить буду», засмелся бородач. «Из-за тебя двоих потеряли», махнул рукой гость. «Я уже тебе говорил, что он врет». «Ничего», «с каким-то внутренним торжеством», сказал раненый. «Он заплатит за каждую каплю нашей крови. Он еще не знает, что такое попасть в руки к Аббасу. Он проклянет тот день, когда родился». «Успокойся», посоветовал гость. «Начало нам нужно доехать». Он посмотрел в сторону Цапова. Его взгляд не обещал ничего хорошего. «Думаю, что и вы должны были попытаться убежать», пробормотал Цапов так, чтобы его услышали сидевшие сзади ребята горелого. Глава 13 Старик сидел в своей комнате недовольный и мрачный. Недавно позвонил Ибад. Он успел зайти к начальнику местного райотдела и узнать о него все подробности. «Ни о какой операции, ни лиции, речи не шла», уверял Али Мурад. «Ничего конкретного не планировалось ни в его районе, ни в центральном аппарате». Начальник райотдела милиции был убежден, что если нечто подобное планировалось бы на его участке, он обязательно был бы об этом информирован. Он даже позвонил в управление Министерства по борьбе с наркомафией, где у него были знакомые, и попытался узнать, не планировали ли они что-нибудь подобное на его участке. Но все знакомые в один голос открещивались. Ошибки быть не могло. Хурбан слишком хорошо платил полковнику, чтобы тот своими руками зарезал такую курицу, несущую ему поистине золотые яй. Значит, этот сбежавший племенник не был из милиции. Тогда получалось, что он был либо авантюрист, решивший обмануть Курбана, либо посланец его врагов, замысливших погубить его друзей и его дело. За многие годы работы он привык к разного рода неожиданностям. Еще в далекие сороковые годы он со всем молодым парнем переходил к границу с Ираном, выполняя поручения своего умершего дяди. Потом ему стали доверять операции покрупнее. В 50-е границы уже невозможно было преодолеть в одиночку. И в Иран снаряжались целые караваны. В 60-е поток наркотиков почти прекратился. И вместо них начали возить золото, различные украшения, сигареты, конфеты, уже поступавшие из Москвы и других городов Советского Союза. В 70-е начали приходить товары из-за Кавказья, с подпольных цехов, так бурно расцветших в это время. И, наконец, уже в 80-е годы, под зависть нарастающим разложением в огромной стране, они снова переключились на поставку наркотиков, пользуясь тем, что потоки зелья, ранее свободно проходившие через Иран, очень сильно замедлили свои темпы. Из Афганистана, Пакистана и пограничных районов Ирана наркотики перевозились через Тегеран и далее на запад. Однако революция 79-го года в Иране положила конец бесконтрольности. А пришедший к власти теократический режим Аяталы Хомейни начал беспощадную борьбу с наркомафией. Именно тогда большая часть продукции начала поступать через границу в Туркмению и Азербайджан, откуда шла еще дальше в Европу. И то, что было немыслимо в 40-е и 50-е годы, стало очевидной реальностью в это время. Ограничники и таможенники брали взятки, стали продаваться как дешевые проститутки. Теперь можно было купить почти любого пограничного офицера, почти любого таможенника. После обретения независимости эта проблема вообще перестала волновать Курбану. Будучи несколько философом по натории, он долго размышлял, как могла произойти такая подмена ценностей. Ведь еще в далекие 50-е годы ни один пограничный офицер, ни один таможенник даже не подумал бы о взятке. Любое подобное предложение немедленно закончилось быть тюрьмой. Неужели эфтерян времена изменили? И раньше люди были гораздо порядочнее, чем теперь, когда он достиг преклонного возраста? Старый Курбан прожил долгую жизнь и знал, что ничто не меняет людей, ни времена, ни обстоятельства. Но почему тогда раньше никто не брал взятки, а теперь брали все без исключения? Он долго размышлял над этой проблемой, пока решение не стало очевидным. Вернувшись из далекой Англии, родственник рассказал, что там полицейский даже не смеет подумать о такой нетрадиционной форме оплат. И любое подобное предложение будет немедленно и жестоко наказано. Получалось, что все английские полицейские гораздо более честные, чем все туркмин. Получалось, что вообще англичане гораздо лучше его соотечественников. Поверить в это было невозможно. И он снова размышлял над этим, пока ответ не стал ему очевиден. Он вдруг понял, что именно происходило. Дело было не в том, что английские пограничники, полицейские или таможенники были гораздо честнее и лучше туркменских. И дело было не в том, что в конце восьмидесятых таможенных службах большой страны работали куда менее честные сотрудники, чем в пятидесятых. Дело было только в одном сознании сотрудников, в их отношении к своей родине, к обществу, в котором они жили, в собственной службе. В пятидесятые годы советские пограничники верили в идеалы того общества, которое они защищали. Также верили в него таможенники, милиционеры и сотрудники КГБ. А вот спустя тридцать или сорок лет идеалов не осталось. В общество никто не верил, а собственные государства, образовавшиеся на разваленных империй, многие просто презирали. В подобных условиях никакие сдерживающие стимулы не могли остановить человека. Человеку становится глубоко наплевать и на само общество, и на государство, в котором он живет. старик понял, что нашел верный вариант ответа на свои мучительные вопросы. И это его радовало. Ибо он твердо знал, что в его стране никто серьезно не относится к многочисленным памятникам президенту, которые расставлены по всем городам и селам, и к деньгам, на которых было изображение здравствующего президента. В этих условиях для людей главным было собственное обогащение. И поэтому караваны с грузом беспрепятственно проходили любые границы, прежде закрытые для посторонних. Но, решив для себя эту задачу, Курбан Ака понял и другое. В его собственном государстве и в молодых республиках, возникающих на обломках великой страны, стало возможно покупать любого чиновника, любого нужного человека, что отныне на огромном пространстве самым вашим идеалом был знак доллара, заменивший и саму совесть, и все прежние идолы. Именно поэтому Курбан не сомневался в полковнике, который ни при каких обстоятельствах не стал бы его предавать своими химерой служебного продвижения или из-за любви государства. Подобные высокие понятия были неведомы Али Мурату, привыкшему получать крупные бакшиши и вольготно жить на эти деньги. Но молодой человек исчез. Его оставшийся паспорт только напоминал о том, что этот человек осмелился пуститься в такую рискованную авантюру. Курбан сидел мрачный и задумчивый, когда услышал шорох за дверью. Должно быть, это был вернувшийся ибад, которому он поручил организовать дежурство на железнодорожном вокзале, чтобы гость ни при каких обстоятельствах не смог бы уехать. За аэропорт Курбан ака не боялся. Из паспорта его просто не пустят в самолет. Не продадут билеты, если, конечно, он не из милиции и в городе у него нет сообщников. Но в это трудно было поверить, ибо при таком варианте милиция давно должна была появиться в доме самого Курбана или хотя бы на квартире, где они держали своего пленника. Старик не мог понять мотивы действия авантюриста и поэтому нервничал больше обычного. «Кто там?» раздраженно крикнул старик. «Войди в комнату!» Дверь осторожно приоткрылась и в комнату вошел тот самый тип, о котором он только что думал. Только многолетняя практика общения с негодяями и собственная выдержка помогли старику не вскрикнуть. Он недовольно посмотрел на вошедшего. там пришел прохрепел Курбанака. Правильно сделал. Проходи и садись. Теперь ты мой гость. Молодой человек кивнул, снял обувь и в одних носках прошел по ковру к хозяину дома, усаживаясь рядом с ним. «Храбрый ты человек!» усмехнулся Курбанака, подвигая к себе пиалу. Он налил чай своему гостю. Тот поднял пиалу. «За ваше здоровье!» нагло сказал молодой человек и стал пить чай. «Спасибо!» ответил старик и, помолчав немного еще раз сказал. «Храбрый ты человек! Может, скажешь, как тебя зовут? «Мое имя Осман!» ответил гость, осторожно поставив пиалу перед собой. «Красивое имя!» «Одобрительно», сказал хозяин «Дома!» «Может, ты еще расскажешь мне, куда и зачем ты бежал?» «И вообще, зачем пришел в этот дом и обманул старика?» Вместо ответа молодой молодой человек снял свой пиджак и надорвал его подкладку. Это был самый крайний вариант, которому Рустаму разрешили прибегнуть. Он достал фотографию. «Это настоящая фотография», сказал молодой человек. «В ней сам Кафаров, его племянник и я». Рустам не стал уточнять, что фотография была искусно смонтирована в лаборатории в бюро координации. Старик взял фотографию долго и хмуро ее разглядывал, потом отбросил в сторону. «Почему я должен тебе верить?» спросил он. «Сначала ты обманул меня с паспортом? Может, ты теперь обманываешь меня и с этой фотографией? Кому удалось подделать паспорт, тот мог подделать и такую фотографию». «Верно», усмехнулся гость. «Но вы не спросили, зачем я это сделал?» «В таком случае ты должен сказать об этом сам», мрачно посоветовал Курбан Ака, почувствовав, что гость его переигрывает. «Я должен был встретиться с вами и убедить на вас в том, что я есть племянник Кафарова», сказал молодой человек, глядя в глаза старику. «Меня прислали из Баку, у нас к вам очень важное дело». Старик слушал молча, только в полуприкрытых глазах вспыхивали искры недоверия и гнева. «Почему я должен тебе верить?» упрямо спросил старик. «А почему я пришел к вам снова, улыбнулся гость, если бы я был из милиции, ваш дом давно бы окружили машины, и вы бы об этом узнали первым? Если меня послали ваши враги, то зачем бы мне второй раз приходить сюда, уже зная, что все сорвалось? А если я говорю неправду, то откуда у меня эта фотография и паспорт на имя племянника Кафарова? У вас ведь наверняка есть свои люди в милиции. Вы можете узнать, являюсь ли я их сотрудниками или нет. Это очень легко проверить. Старик взглянул на него еще более недоверчиво, потом поднял свою пиалу с чаем и сделал несколько глотков. В своих словах есть доля истины, кивнул он, но ты однажды уже обманул меня. Как я могу поверить тебе во второй раз? Вы можете испытать меня, улыбнулся встам, и тогда будете знать, на что я вожусь. Испытать? Прищурился старик, и в этот момент дверь стремительно распахнулась. На пороге стояли и Бат, Махмуд, и еще несколько человек с пистолетами в руках. Они целились решать чего в гости. Назад неожиданно громко крикнул старик. Он мой гость и сидит в моем доме. Назад мерзавцы закройте дверь, иначе клянусь небесами. Я накажу первого, кто смелится войти в эту комнату. И Бат попятился назад, увлекая за собой остальных. Спасибо, вежливо кивнул гость. Кто тебя послал, сухо уточнил Курбан «Новы люди, уважаемые», улыбнулся гость. «Вы не знаете их имена. Мы просто хотим наладить наше сотрудничество», заменил в Туркмении так рано ушедшего Кафарова. «Именно поэтому мне сделали новый паспорт на имя его племянника и прислали сюда». «Ты красиво говоришь, но я пока не вижу логики в твоих словах», парировал старик. «Логика в том, что мы снова хотим с вами работать». «Я тебя не знаю», возразил старик, «а с незнакомыми людьми я не работаю, тем более с человеком, который уже однажды сумел обмануть меня». «Мы не незнакомые люди. В свое время мы работали на самого Кафарова. Разве вам мало его фотографий?» «Это ничего не доказывает», твердо возразил старик. «Фотографию могли подделать как паспорт, но не нужно поверить в тебя». «А разве я пришел бы сюда при другом варианте?» спросил молодой человек. «Если меня послала милиция, то почему мне разрешили снова сюда прийти, зная, что вы будете меня подозревать? Если меня прислали ваши враги, то зачем они отдают вам в руки заложник? Тогда в чем дело? Чего вы боитесь?» «Я ничего не боюсь», гордо поднял голову Курбана, «кроме немилости всемогущего Аллаха, но я тебе верить не собираю. Раз обманувший может обмануть и сто раз. Уходи с миром, я прикажу, чтобы тебя не трогали». он внимательно следил за реакцией гостей под пул опущенных век, но гость не двигался с места. «Я не могу уйти», сказал молодой человек. «Нам очень важно наладить здесь сотрудничество с вами, уважаемый Курбан Ака». Старик задумал. Смелость молодого человека обещала хорошие дивиденды. Талим Мурат клятвенно заверял, что ни один сотрудник милиции не участвовал в подобном мероприятии. «Значит, его гость либо авантюрист, либо реальный союзник, с которым можно и нужно договориться». «Ты пришел за моей головой», упрямо сказал старик. К этому времени он уже не сомневался в личной храбрости пришедшего, но теперь он обязан был проверить своего гостя, чтобы избежать второй ошибки, гораздо более худшей, чем первой. «Мне нужна ваша голова, чтобы узнать вашу мудрость», почтительно сказал Рустам. «Я прошу верить в мои слова». «Вы казались неумным человеком, который все правильно поймет». «Подожди», остановил его старик нахмуривший. Он сидел довольно долго, мрачно размышляя о случившемся. Во всяком случае, гость был прав. Ни с милицией, ни с его врагами он не общался, иначе дом бы сейчас окружило много машин. «Хорошо», сказал он, соглашаясь со своим внутренним голосом. «Я дам тебе задание и посмотрю, как ты его сделаешь». «Иббат», закричал он громко. Через несколько секунд за стеной раздался топот, и дверь открылась. Тяжело дышавший «Иббат» ввалился в комнату. «Я думаю, вы знакомы», показал на гостя Курбанака и уже обращаясь к Иббату спросил. «Что ты говорил про Касыма? Повтори нам еще раз». «Он не платит деньги уже шестой месяц?» «Вообще-то он очень жадный человек», нерешительно сказал Ибат. «Вот-вот обрадовался его наставник». «Мне кажется, наш гость захочет помочь нам разрешить этот спор». «Он живет один?» «Да, в своем доме он живет один». «Жена умерла три года назад, а дочь он выдал замуж еще в прошлом году», уверенно рассказал Ибат, не присаживаясь рядом с ним. «В этом доме нельзя было садиться рядом с хозяином без его разрешения». Он стоял, чуть наклонившись и бросал в сторону гостя страшные взгляды, не обещавшие ничего хорошего». «А почему ты до сих пор мне ничего не говорил?» «Тихо уточнил старик, не поднимая головы». «Простите», опустил голову Ибат, «я не хотел вас беспокоить». «Эх, «эх, ты, махнул рукой старик, не хотел меня беспокоить. Такое важное дело губишь! Ты что, не понимаешь, что он делает? Ведь за ними другие платить перестанут». «Я заставлю его все заплатить, уверенно сказал Ибат, поворачиваясь к двери». «Нет!» крик старика был как удар хлыстом. «Не нужно ничего делать! Вернись, Ибат!» «Мы поручим это дело нашему гостю!» «Ты, кажется, хотел, чтобы мы тебя проверили?» гость мрачно кивнул, понимая, какая именно проверка ему предстоит. «А нас появился один нарушитель», мягко сказал старик, словно речь шла о фруктах на его участке. «О не совсем правильно себя ведет». «Ведет себя так уже давно. Мне кажется, что его голова будет лучшим пропуском для тебя. И тогда я поверю, что твой паспорт можно тебе вернуть. И что ты действительно не милицейская подставка. Но учти, что с тобой на этот раз пойдет мой человек». «Хорошо поднялся гость, я принесу тебе его голову». «До свидания», с интересом посмотрел на него хозяин дома. «Иди в соседнюю комнату, там тебя накормят. А наш человек присоединится к тебе, когда ты будешь готов». Он подождал, пока ушел его гость и сказал Эбаду. Не имея с него наблюдения, он никуда не убежит. Либо вернется с головой нашего должника, либо мы перестанем ему верить. «Одно из двух. Уже сегодня вечером мы будем все знать, и пошлешь вместе с ним Махмуда. Если гость будет мешкать, а Махмуд знает, что нужно делать, а сын должен заплатить по всем счетам, а этот гость нам поможет». «Вы ему верите, изумился воспитанник? Конечно нет. Но голова косыма может поколебать мое недоверие. Кроме того, ты сам звонил мне из милиции и сообщил о твердых гарантиях Али Мурад, что посланный человек не имеет ничего общего с нашей милицией. «Может, его послали другие службы?» предположил и Баб. «Уже проверил», махнул рукой старик. «Я поручил Махмуду проверить этого человека через наших друзей из Министерства Безопасности. Сам тоже ничего не знает об этом гость. Нет и Баб. Я верю людям, которым хорошо плачу. Пошли с ним Махмуда и давай немного подождем. Если он не тот, за кого себя выдает, то тогда Махмуд принесет его к голову. Посылай их немедленно. мы должны наконец узнать, кто такой наш неведомый гость». Глава четырнадцатая Сергей направлялся к ресторану «Золотой филе». Это было их обычное место встречи, где собирались руководители боевых групп, подчинявшихся горелым. После утреннего визита Афанасия Степановича на дачу, он по приказу Горелого в течение трех часов обзванивал всех известных ему руководителей боевых групп, оповещая о сборе в «Золотом фильме». Сергей Мехерев был правой рукой Горелого. Он никогда не сидел. Бывший боксер отличался большой физической силой. Несмотря на молодость, был известен в Москве из-за своего скандального характера, отчаянного нрава и беспрецедентной жестокости, выделявшей его из числа обычных рекетиров. Само понятие рекета как вида промысла стало расцветать в конце 80-х годов. Достаточно было разрешить кооперативы и кооператоров, у которых появились большие деньги, как начали возникать банды вымогателей денег, замышляющих шантажом своих разбогатевших соседей. Рекет расцвел период полного разложения государства и на рождение новых отношений новых собственников. Здесь мешалось все, и зависть, тем более удачливыми и богатым, и неумение молодых оболтусов приложить куда-нибудь свои силы, зарабатывая честным трудом, и вызывающие поведение первых миллионеров, зарабатывающих свои деньги не совсем праведным путем и порождающих не только зависть, но и гнев окружающих. Рекет начального периода был неумелым и наглым. Молодые ребята занимались откровенным помогательством, предпочитая работать кулаками и пистолетами в случае отказа коммерсанта платить им долю. Через некоторое время банды стали крупнее, сферы влияния четко разделились, и вымогатели перешли к плановому сбору денег со своих территорий. Но и коммерсанты стали организовываться, понимая, что лучше иметь дело с одним крупным бандитским объединением, чем с несколькими нахальными объединениями юных негодяев. в руки организованной преступности. Развитием новых отношений в России рэкет постепенно уступал место другому виду вымогательства, более защиренному и более завуалированному. Уличные бандиты становились посмешищем для коммерсантов, которые имели надежные крыши в лице криминальных авторитетов, занимаясь отмывкой их денег. И к середине девяностых рэкет пошел на убыль. Уже нельзя было просто так организовать банду молодых вымогателей, называемых рэкетирами. В обществе уже не гуляли, как раньше бешеные деньги, коммерсанты стали более осмотрительными, а сферы влияния еще более четко очерченными. Однако само понятие рэкетирства, вознившее в России, было косвенным подтверждением того интересного факта, что в конце 80-х в самой России все еще существовали порядочные сотрудники милиции, честные прокуроры, неподкупные судьи. В других республиках, где нельзя было найти ни одного честного прокурора или порядочного судьи, рэкетирства просто не существовало. Ни на Кавказе, ни в Средней Азии оно не прижилось, особенно в Узбекистане, Туркмении, Азербайджане, Армении, Грузии, где почти невозможно было остаться порядочным человеком, работая в системе правоохранительных органов. И не потому, что все были подлецами, просто все знали правила игры, и никто не осмеливался их нарушать. В районе, где платили дань секретарю, райкома, прокурору района, председателю КГБ, председателю народного контроля, начальнику милиции, судьям и вообще всем правоохранительным органам, снизу-доверху места рэкетирам не оставалось. В Таджикистане, где началась гражданская война, появились толпы мародеров и грабителей. Это были грязные отрыжки гражданской войны, когда насиловали, убивали, грабили без причины для собственного удовольствия или во имя своих подлых интересов. Сергей Мехерев начал свою трудовую деятельность в 20 лет. Сразу после возвращения из армии к тому времени в бывшем Советском Союзе в массовом количестве стали появляться люди, уже познавшие вкус крови и прошедшие через горячие точки в Карабахе, Осетии, Абхазии, Фергаме, Таджикистане, Приднестровье. Еще не было страшной войны в Чечне, но уже тысячи молодых людей прошли науку убивать, видели трупы и знали, как легко выстрелить в человек. Раз приступив эту грань, они уже не могли оставаться прежними, вернувшись домой. Запах крови делал их другими. Вернувшись из Карабаха, Мехерев стал профессиональным вымогателем и постепенно выявился среди себе подобных. Он обратил на себя внимание такого крупного авторитета, как Горелый, и уже в 25 лет стал его первым помощником. Теперь, направляясь в ресторан, он был в плохом настроении. Они все подготовили четко, казалось, гость не уйдет живым с их дачи, но трюк с вертолетом выбил из колеи и Горелого, и его помощник. Направляясь в ресторан, Сергей уже знал, где именно искать ракетные установки и гранатомет, которыми можно было остановить этот проклятый вертолет, неизвестно откуда появившийся у их конкурент. К ресторану он подъехал ровно в три часа дня, когда на стоянке у ресторана уже стояла целая вериница иностранных автомобилей, на которых прибыли вызванные им люди. Севнув знакомому дежурному выбежавшему встречать его, Сергей вошел в ресторан. В любом респектабельном ресторане бывают отдельные кабины, где собираются постоянные клиенты. Нехерев прошел по знакомому коридору, по двери стояли двое ребят. Одного из них Нехерев знал, и оба охранника знали Сергея в лицо, и неуважительно расступились, пропуская эмистара Гавелова. Сергей обращал внимание, что второй был ему незнаком. Он строго кивнул парням и вошел в накуренную комнату. За столами сидело восемь человек, Сергей знал всех. И все прибывшие знали, что Нехерев представляет Гарелого. Не любивший появляться на людях из-за своего физического уродства, Гарелый сделал Сергея своим доверенным лицом, поручая ему проведение подобных встреч и бесед. Все восемь прибывших были руководителями крупных групп, имевших свои зоны влияния. На столе были расставлены легкие закуски и несколько бутылок водки. Впрочем, времена, когда на подобных встречах пьянствовали, уже канули в прошлое. Теперь напивались только после разборок. «Здорово, Сергей!» послышались голоса. Его знали и уважали, хоть не особенно любили. «Здорово!» Он демонстративно медленно отодвинул стул и сел на него, оказавшись во главе стола вместо горелого. Ему было всегда трудно в таких ситуациях. Сидевшие напротив него люди не особенно принимали его в подобные роли. «Ну, что скажешь?» спросил мордастый король. Его называли так за пристрастие к карточной игре и большую пляшевую голову, на которой венчик волос образовывал своеобразную корону. Это был известный рецидивист, вор в законе, считавший себя не меньшим авторитетом, чем сам горелый. Но с последним он предпочитал не спорить, уступая ему лидерство. Сидевший за столом напарники короля были в основном молодые люди, успешно конкурирующие со старыми рецидивистами и постепенно выживающие их из преступных группировок. Молодые люди куда более на храписти, наглее были, не соблюдали никаких правил игры и не особенно церемонились со стариками. При всякой возможности они хватались за оружие, которого было полно и безнаказанно стреляли друг в друга, не особенно опасаясь милиции. Вторые рецидивисты сдавали свои позиции одно за другой, а несогласных среди них просто убивали, чтобы не мешали новому поколению увереннее чувствовать себя на уже завоеванных позициях. Горелый хочет начать войну, коротко сообщил Сергей. все переглянулись. Известие было не очень приятным, но и не особенно неприятным. В Москве уже привыкли к разборкам мафии, и никого не удивляло, что руководитель одной группы хотел выступить против другого. «С кем?» спросил король на правах старшему. Несмотря на тонкий голос, он был все-таки самым авторитетным и самым известным после горелого человека. «Афанасий, коротко сообщил Сергей, сегодня его вертолет чуть не стер в порошок нашу дачу». Все переглянулись. Начинать драку с Афанасием было опасно. И не потому, что у него была мощная группировка, а потому, что Афанасий имел поддержку в широких кругах. «Вертолет, говоришь?» прищурился король. «А кто за все будет платить?» Афанасий поддержку мощную имеет. «А если его вертолет появится и над моей дачей?» «Тогда тем более нужно его стереть в порошок», предложил кто-то из сидящих за столом. Сергей усмехнулся. «Драке самое главное первым ударить». Любил получать его строгий наставник, но вот в подобной ситуации самое главное это выдержка, который обязан придерживаться любой солидной руководитель. Об этом напоминал ему всегда горелый. Мехерев вспомнил эти уроки. «Если боишься, скажи сразу, визрительно сказал он. «Ты молод еще, чтобы мне такие слова говорить», вскипел король. «Я королем был, когда-то еще и не планировался. В задачу сегодня не входили споры со своими, к тому же он торопился навстречу с шалой». «Нужны гранатометы», коротко передал он, «и управляемые ракеты». «Да есть такие сручные установки, чтобы сбивать самолет. Нужно срочно достать». «Гранатометы у меня есть», сказал кто-то из сидящих в комнате. «Хорошо», кивнул Сергей, взглянув на часы. «Если мы Афанасий уберем, то вам нужно будет его точки сразу прибрать к рукам». «Те оживились, начали весело подталкивать друг друг. Забрать чужое было самым приятным для любого из них». «И понадобятся люди для охраны наших объектов», продолжил Сергей. «Мы сами скажем, кому и куда, сколько людей посылать». Все согласились, что это наиболее разумное решение, тем более, что на их территории мелкие банды грабителей, или воровку. Еще могли появляться, но остальные были под строгим контролем боевиков Горелого. Сергей уже собирался встать и выйти, когда вдруг король снова заговорил. «Ты нам не хочешь сказать, из-за чего Горелый войну начинает? Хорошо бы нам знать, из-за чего умирать». В комнате стало так тихо, что было слышно, как в соседнем кабинете смеются люди. Король неслыхал и нарушил внутренний порядок, ни о чем у лидера не спрашивать. Подобный вопрос означал открытый вызов, недоверие к лидеру. Все смотрели на Сергея. Он представлял здесь Горелого и, значит, обязан был что-то ответить. Сергей облизал губы. Король нагло смотрел на него. Если сейчас ему простят нарушение, то потом он скажет, что бросил вызов самому Горелому. И самое страшное, что виноват будет во всем Сергей. Все понимали ситуацию и все молчали в ожидании. Сергей вспомнил, что он оставил свой пистолет в машине. Это была непростительная глупость с его стороны. Но Горелый не позволял брать с собой оружие навстречу, где не планировалось ничего конкретного. Что-то спросил, он все еще надеялся сохранить лицо, но король не давал ему шанс. Я спросил, почему мы должны умирать, не зная, почему Афанасий и его люди вдруг стали нашими врагами. Теперь отступать было некуда, и время больше тянуть было нельзя. Он встал, в абсолютной тишине поднялся и король. И зачем он только полез в это дело, обреченно подумал Сергей, понимая, что о его решимости зависит вся его дальнейшая судьба. «Ты хочешь знать, чем занимается горелый?» мрачно спросил Сергей, уже примерно зная, что сделает в следующее мгновение. Король еще не успел кивнуть головой, нагло ухмыляясь в лицо молодому человеку, как Сергей, резким движением схватил бутылку со стола и обрушил ее на голову короля. В стороны брызнули осколки стекла. Король упал на пол, опрокидывая свой стул. Все по-прежнему молчали. Ни один из сидевших за столом не шевельнул. Король сам нарушил закон и получил по заслугам. Он лежал на полу, а все смотрели на Сергея. Тот осторожно положил горло, что бутылки на стол. «Кто еще хочет узнать о делах горелого?» с вызовом спросил он, пьянящее чувство собственного успеха делало его еще более наглым. Все молчали. Он повернулся и в полной тишине вышел из комнаты. Теперь король потерял свое лицо. в ближайшие несколько лет он не посмеет задавать никаких вопросов, если, конечно, после случившегося ему разрешат появляться в тех местах, где будут боевики горелого. Микерил сел в свой эфиат, выехал со стоянки. Дежурный предусмотрительно махнул ему рукой. На этой стоянке денег с его машины никогда не брали. Сергей был горд выполненной миссии. Теперь можно было отправиться и для разговора с Шалбой. Микерил приказал узнать, что рассказали пленники людям Шалбы. Он подозревал, что хитрый грузин скрывает от него часть информации. Заворахивая за угол, он с удовольствием представил, как будет отчитываться перед Микерилом, когда перед ним неожиданно затормозили чьи-то «Жигули». Сергей выругался, машина встала таким образом, что он не мог выехать. Сзади уже сигналила «Волга», неизвестно откуда пристроившаяся за ним. Сергей терпеливо подождал, пока водитель шестерки отъедет в сторону. «Волга» нетерпеливо сигналила сзади. Но «Жигуленок» только ревел, не двигаясь с места. «Разъяренный Сергей вылез из автомобиля, чтобы высказать водителю все, что он о нем думает, когда с изумлением обнаружил сидящую за рулем молодую женщину. Его гнев испарился. Ругаться с женщиной как-то не входило в его план. «Что у вас случилось?» «Не заводится мотор», виновата улыбнулась женщина. Из «Волги» вышли двое мужчин. «Что там происходит?» громко и гневно спросил один из них, подходя ближе. Второй стал обходить автомобиль. Женщина открыла дверцу своего автомобиля, выходя из него. Сергей обернулся. Ему не понравились эти двое, подходившие с разных сторон. Сам познав вкус крови, он чувствовал ее запах, исходивший от этих людей. Он резко повернулся, мужчины подходили с двух сторон, молча и страшно. «Что это может быть?» подумал Сергей, внезапно понимая, что эти двое охотятся за ним. «Простите», сказала женщина, она стояла за его спиной, и он совсем забыл про нее. Он обернулся и увидел перед собой дуло пистолета, который она направила ему в переносицу. «Что вам нужно?» растерянно спросил он. Она не опускала пистолет, и он невольно попятился назад. Оба незнакомца бросились к нему, он еще успел отбросить одного из них, оттолкнув его от себя, но второй зажал ему лицо сильно пахучим платком. Больше он ничего не помнил. Глава пятнадцатая начало его просто били. Били больно сознанием дела, по почкам, по голове, по животу. Было не смертельно, но зато очень болезненно и унизительно. Он испытывал при этом чувство незащищенности, так как перед тем, как его начали бить, на него надели наручники и приковали их в какой-то трубе, после чего начался этот мордобой. К сожалению, он не терял сознание и первые десять минут сносил побои молча, но потом раскрыл рот и начал ругаться, выкрикивая страшное проклятие и ругательство. Из автобуса их выводили по одному. После того, как увели троих его ребят, его повели в какое-то длинное помещение, похожее на ангар, где приковали наручниками к трубе. При экзекуции присутствовали молодой Синкс, бородач, которого он ранил, и еще один азиат, которого он видел впервые, лично пожелавший присутствовать на допросе Цапова. Он был пожилой, лет шестидесяти, но имел красивую седую шевелир и благородную внешность, совсем не похожий на обычного бандита. В допросе участвовали еще двое боевиков, незнакомых Цапову. Очевидно, они уже ждали на месте прибытия пленников. Подозрения самого Константина о том, что их предали, подтвердились тогда, когда всех ребят увели в другое помещение. посетители наверняка знали, что прибывшие с ним боевики Горелого не знают ничего о караване. Но его, не задав ни одного вопроса, просто били, очевидно, для разминки. Лишь когда оба палача устали, а он давно уже полулежал, вися на наручниках, молодой сфинкс задал вопрос. Где груз? Он молчал. Все было правильно. Тихенький рисовал караван, и знали об этом только два человека среди пассажиров самолет, сам Цапов и Раскольник. Но последнего схватить не удалось. Значит, за все должен был отвечать лично он. Первый вопрос он проигнорировал. За что получил еще удар по полочкам? Откуда идет груз? снова спросил гость, и Цапов ощутил второй удар. Так он не расскажет, равнодушно подвел итог красивый азиат. Нужно придумать что-нибудь поэффективнее. Что придумать, не понял гость. Вы знаете, что он пытался бежать, убил двоих наших людей? «Знаю», сказал этот тип, очевидно, хозяин ангара и всех головорезов, посланных за ними в аэропорт. Его напарника уже ищут по всему городу, но пока не могут найти. Он очень опасен, напомнил его гость. Мне звонили из Москвы, предупреждали о том, чтобы мы его нашли. Цапов услышал весь разговор как будто сквозь вату, обложившую его в голову. Он понимал серьезность своего положения. Если при нем обсуждают подобные вещи, значит, живым его отсюда не выпустят ни при каких обстоятельствах. И оставшийся отрезок жизни зависит от его молчания. «Мы его найдем обязательно», заверил гостя собеседник. «Он все равно никуда не денется. А машину, которая должна была его встречать, мы остановили около аэропорта. Правда, там нам не повезло. Началась перестрелка, и мои дураки убили обоих людей салмана, которые стреляли в ответ. В ней стрелял сопровождающий, а водитель попытался сбежать. Тогда они убрали и его. Откуда вы знаете, что именно эта машина должна была встречать наших гостей? «Мы знаем, кого обычно посылают за гостями Салман», равнодушно сказал хозяин ангар. «Это был его микроавтобус, рассчитанный на то, чтобы принять пятерых гостей». «Салман что-нибудь подозревает?» «Пока нет. Но если мы не добьемся сегодня успеха, он начнет подозревать, пока он считает, что его людей убили конкуренты из Тиргизии. И пытается выяснить, кто именно это сделал. Но я не смогу долго сохранять этот тарень. Мне нужен груз. «А нам тоже нужен», «холодно парировал гость, «но мы пока ничего не знаем». «Дайте мне его», показал Насапова бородач, вступивший разговор. «И клянусь всеми родными, он через час расскажет нам все, что вы хотите». «Ты его просто убьешь, если он нам нужен, пока живым резонно заметил гость. Нет, а бах, лучше мы сами его допросим». Он встал и подошел к пленнику, осторожно дотронулся до его плеча. «Немейте наручники и дайте воды», приказал гость, «и принесите стул». Кто-то принес стул, Цапов почувствовал, как ему открывают наручники и затекшие руки бессильно падают вниз. Он чуть не потерял сознание. Его поддержали, подставили стул, дали воды. Через несколько мгновений он был уже почти в норме, если не считать тупой боли во всем теле и адской рези в правой ноге. Среди ним сидели двое, бородач, которого он ранил, сидел чуть дальше, зло поглядывая в сторону своего обидчика. Рядом по-прежнему стояли двое чужих, бежать не было никакой возможности, да он и не стал бы пытаться, все тело болело и любое движение причиняло боль. «Пришел себя?» спросил гость. Сапов кивнул головой. «Нам нужно знать, куда вас должны были отвезти, спросил этот тип. «Нам нужно знать место, где ты и твои люди должны были получить груз». Сапов угрюмо молчал. «Ты совершенно напрасно молчишь», продолжал Сфинкс. «Если все расскажешь, у тебя будет шанс остаться живым». Сапов криво усмехнул. «У нас очень мало времени», продолжал Сфинкс. «Нам нужно знать, где будет ваш груз». Клейник по-прежнему молчал. напрашивающий его незнакомец подождал десять секунд и обернулся в сторону хозяев. «Он не понял явным сожалением», сказал Сфинкс. «Теперь можешь его забирать, Аббас. Он твой. Только не забейте его до смерти». Бородач радостно вспыхнул, боком поднимаясь со стула. Сказывалось ранение, очевидно, пуля прошла по касательной, задев его тело, а вот рука у него была перевязана. Здесь, видимо, рана была опаснее, так как он все время морщился, придерживая свою раненую руку другой здоровой рукой. Его взгляд не обещал ничего хорошего, и Цапов быстро сказал «Подождите». Гость поднял руку, остановив движение Аббаса к пленнику. «Я не знаю точного места», продолжал Цапов. «Но мне сказали, что груз мы получим под Ташкентом, где именно должны были знать встречающие нас люди». Гость быстро переглянулся с сидевшим на столе хозяином ангар. «Видимо, в его лице мелькнула тень сомнения, если он снова посмотрел на Цапова и спросил «Почему ты раньше ничего не говорил?» «Я не мог сказать, что ничего не знаю», признался Цапов. «Вы бы меня сразу убили, но груз точно где-то рядом с городом, и я должен его принять лично». Последняя фраза была произнесена с определенным подтекстом, чтобы его мучители убедились в его личностной ценности, но гостя нельзя было обмануть. Он тоже понял смысл этой фразы. «Ты лично его и примешь», сказал он, «только сначала скажи место, где сейчас находится груз? Ты ведь самый близкий человек к Афанаси. Должен наверняка знать, где находится груз. Этого я не знаю». «Хватит, надоела эта дискуссия гостю. Последний раз спрашиваю, где находится груз?» Сапов отвернулся. Шансов избавиться от мучений не было никаких. «Иди ты», сказал он, продолжил отборным матом и вспомнил заодно родителей, сидевших напротив него мучителей. «Аббас, начинай», приказал хозяин ангара, не дожидаясь, пока отреагирует гость. Видимо, оскорбления оказались слишком сильными и непривычными для него, если он так побагровел. На Востоке нельзя безнаказанно оскорблять родителей человека. Оскорбить их таким образом значит нанести неслыханное оскорбление, которое смывается только кровью обидчика. Бородач радостно бросился к пленнику. Цапова снова подняли, снова надели наручники, приковывая все к той же трубе. «Несите сварочный аппарат», приказал Бородач. Один из его людей поспешил за инструментом. Цапов закрыл глаза. «Если ему все равно умирать, то почему он позволил приковать себя наручниками во второй раз?» Созвративляться уже не было никаких сил, а говорить не хотелось. Даже такая жизнь в страшных мучениях вдруг показалась ему лучше, чем в спокойной смерти. Он, к сожалению, вспомнил, как не сумел уйти ночи от автобуса. «Нужно было ползти к автобусу, запоздало, подумал Цапов». Один из его палачей принес сварочный аппарат. Теперь ему предстояло умирать долго и страшно. Он поднял голову, Афанасий даже не узнает, в какой мучительной смертью погиб его помощник. И никто ничего не узнает. Но говорить этим ублюдкам, где находится груз, нельзя. И не потому, что в этот момент он думал о каких-то нравственных императивах. ему не хотелось, чтобы его убийцы смогли победить в этом споре. Он невольно сжал зубы. Теперь предстоит пройти через самое страшное в жизни, и он не был уверен, что сумеет выдержать подобные пытки. Аппарат долго налаживали, готовили к работе. Запов ждал, когда они наконец начнут. Внутри все замерло, словно внутренности были заморожены, и только стук собственного сердца больно отзывался в голове. Палач под радостный смех Аббаса надел маску и поднял сварочный аппарат. «Где груз?» «Последний раз», спросил гость. Боль в левом плече была не просто адская, это было что-то невообразимое, словно ему пилили кости, словно его плавили на огне, стиснул зубы так, что из десен пахла кровь. «Не скажу», прямо подумал он, когда палач второй раз поднял свой аппарат. На его остановил Аббах. «Нет», сказал он, «начни сразу с глаз. Человек всегда больше всего боится потерять зрение. Выжги ему глаза». И в самом деле этого цапа боялся больше всего. Каким-то неведомым чувством палач уловил его страх, поняв, что через обычную боль его не взять. Требовалось что-то еще более ужасное. И это были его глаза. Аппарат снова включили, и цапов понял, что в следующем мгновении не выдержит. Перспектива остаться слепым была настолько страшна, что он забыл от ужаса, и в ответ на его взрывание за стеной раздались чьи-то крики, выстрелы. Цапов поднял голову. Палач, уже включивший свой аппарат, обернулся. И в следующем мгновении упал. Кто-то выстрелил ему прямо в лицо. Цапов боялся поверить в чудо. Он все-таки открыл глаза и увидел, как упал сраженный автоматной очередью Аббас. Сторый попал ему в живот, и он долго и страшно скреп пол ногами. Хозяин ангара вскочил со стула, но второй палач прикрыл его своим телом и, получив несколько пуль, рухнул замертво, дав возможность своему хозяину отступить к двери. Его гость, сделав несколько выстрелов в нападающих, также начал отступать. В ангар уже вбегали неизвестные Цапову люди. Молодой сфинкс резко обернулся и увидел, что Цапов поднял голову. Он прицелился ему в лицо, но выстрелить не успел. Кто-то набросил ему на горло удавку. Он захрипел, пистолет выпал из рук. Через несколько секунд бездыханное тело гостя рухнуло на пол. Цапов перевел дыхание. Заупавшим негодяем он видел спокойное лицо раскольника, словно тот выполнял скучную, но необходимую работу. Он сунул удавку карман и шагнул Цапову. Глава шестнадцатая Они прождали посланца Горелого более двух часов. И когда наконец убедились, что он не приедет, злой Шалва сам позвонил Горелому. Известии с Ташкента были не особенно приятными. Абдул Рагим, которому он послал своего доверенного человека, до сих пор не позвонил. Может у Горелого были какие-нибудь новые сведения? Я прождал больше двух часов, но твой посланец не приехал, сказал в трубку Шалва. Как это не приехал? Не поверил Горелый. Он был еще утром. Может ты что-то напутал? Что я мог напутать? Разозлился Шалва. Мы договорились, что увидимся с ним в клубе, где я сейчас нахожусь, а твоего человека все нет. По какому телефону ты сейчас говоришь? По своему мобильному телефону. У нас неприятности Шалва, признался Горелый. Приезжал Афанасий, угрожал. Он кажется, что-то узнал. У тебя есть сведения из Ташкента? Это я должен был спросить у тебя, разозлился Шалва. Там трое твоих людей. Нет у меня пока никаких известий. Но они уже захватили твоих посланцев, это я точно знаю. Сейчас мобильный телефон нашего друга в Ташкенте не отвечает. Я ничего не могу понять. Почему не приехал твой человек? Не знаю. Я тоже ищу его, признался Горелый. Его телефон тоже не отвечает. Все телефоны не работают, нахмурил Сашалва. Так не бывает, Горелый. По-моему, нас кто-то неплохо обманывает. Я все проверю и позвоню тебе, отключился Горелый. Через полчаса его дача выехала кавалькада машин, в одной из которых сидел хозяин. Еще через полчаса они были в ресторане с золотой филем. Прошло минут сорок, и к ресторану подъехала еще одна машина. Из нее буквально вытащили перебинтованного испуганного человека, подгоняя его толчками и ударами в спину. Так они вошли в кабинет, где сидел Горелый. Здорово, король, усмехнулся Горелый. Как себя чувствуешь? Здравствуй, поздоровался король, которого вытащили из дома, избив при этом до полусмерти его личного телохранителя. Садись, разрешил Горелый. У нас с тобой разговор долгий. Король испуганно гляделся. За его спиной стояли трое людей Горелого, а рядом с Горелым сидел один из тех, кто был свидетелем спора с Сергеем. Говорят, и король решил козырной карты стать, ласково спросил Горелый, когда его собеседник сел напротив него. Решил в мое отсутствие показать всем какая-то важная карта. Нет, сказал король, белая повязка на голове которого делала его похожим на дачника в Панаме. Нет, я ничего такого не говорил. Говорил, очень ласково кивнул Горелый, и так серьезно говорил, что Сереже пришлось даже голову тебе остудить. А ты свою повязочку до сих пор и не снял. Король побледнел. Он знал, что бывает с теми, с кем Горелый разговаривает таким ласковым тоном, применяя уменьшительные суффицины. Я ошибся, Горелый нерешительно сказал он. Я понял свою ошибку. Не от улыбнулся, Горелый, ты не ошибся. Ты решил проверить, как другие прореагируют на твою выходку. Думал, съедя так, без соли. Но он на Сереже нарвался и получил по башке. Король сделал скорбное лицо, покачав головой. Но ты ведь не угомонился, сказал Горелый, решил с нами в игры поиграть. Напрасно ты так решил. Это была твоя ошибка, король. И забыл, что в колоде счет тузы бывают и настоящие козыри, не такие, как ты, червивые короли. Горелый говорил негромко, каким-то свистящим от напряжения голосом, и оттого особенно страшным и внушающим ужас его собеседнику. «Я все понял, горелый, опустил голову, повторял король. Я все понял. Ничего ты не понял, Василий, возразил горелый. Ты ведь никакой не король, а просто Вася. Забыл просто свое настоящее имя. Ну давай, колись». Король смотрел на него непонимающим взглядом. «Где Сергей?» лениво спросил горелый. «Какой Сергей?» не понял король. «Ты мне Ваньку не валяй», строго посоветовал горелый. «Он тебе рога поотшибал, а я голову оторву. Куда ты его делал?» «Предупреждаю, все, что ты с ним сделал, я сделаю с тобой, но если он жив, то и ты живой будешь». «Я не знаю, где он изумленно пожал ключами король. Ты сошел с ума, откуда мне знать, куда этот тип подался? «Я тебя в последний раз по-доброму спрашиваю», предупредил горелый. «Не знаю», закричал попытавшийся вскочить король, но его усадили силой боевики горелого. «Я не знаю, где он», признался король, «понятия не имею, я в последний раз видел его в этом ресторане, когда он бил меня по голове». «Но когда горелый, это ты нам соврал, лучше расскажи, куда вы его дели». «Я его не трогал», выдохнул король, «я даже не знаю, что было потом». «После того, как он тебя по головушке погладил, он исчез», пояснил горелый, «и поэтому я должен знать, куда он делся». «Говори быстрее, Василий, у меня мало времени». «Я не трогал его, клянусь, не трогал, неумытый человек, поморщился горелый. «Лита ресторанная здесь работает?» спросил он одного из своих людей. Сот кивнул головой. «Разденьте его и на плиту». «Может, вспомнит», приказал горелый. «Нет», заорал, скакивая со своего места король, «Нет, я его не трогал, я его не видел». Горелый досадливо морщился. Но было неприятно, что один из самых известных людей ведет себя подобным образом. Короля вытащили в коридор, откуда доносились его крики. «И пока не скажет, с плиты не снимайте», приказал горелый, доставая свой телефон. Он набрал номер шалвы. «Есть известие из Ташкента?» «Нет», сообщил, что один из них сбежал, а другой пытался бежать и убил двоих людей Абдул-Рагима. Видимо, был профессионал, а потом его снова схватили. Пятого нашли? По-моему, пока нет. А этого, который хотел сбежать, хотя бы допросили как следует, начали допрашивать, а потом телефон отключился. «Может, у него батареи сели?» предположил шалва. Из кухни слышали дикие крики короля. В этот вечерний час по приказу Горелого ресторан был закрыт, и туда никого не пускали. Так бывало всегда, когда в ресторан приезжал Горелый, но крики все равно могли переполошить работника в ресторан. «Пусть ему заткнут рот», крикнул Горелый, «Чтоб я не слышал криков. Мне нужно знать, что он сделал с Сергеем, а не слушать его вопля о помощи». Кто-то побежал по коридору исполнять его указания. «Что у вас там происходит?» спросил шалва. «Ничего. Просто учат тут одного взорвавшегося игрока», пояснил Горелый. «Значит, как только будут везти из Ташкента, ты внезвякни, чтобы я знал, что там происходит». «Понял. Обязательно позвоню. Ты не забывай, какой там груз», напомнил Горелый. «Самая крупная партия, которая когда-либо попадала в нашу страну». «Я помню, дорогой, не волнуйся, там мой человек. Он сделает все, что нужно. Это хороший, надежный парень». Из кухни доносилось уже мычание несчастного. Горелый сказал на прощание, «Тебе виднее шало, но ты все равно не забывай». И отключил телефон. Потом, подумав немного, снова достал телефон и набрал другой номер. Мобильный телефон Сергею по-прежнему не отвечал. Это было уже очень плохо. так надолго Сергей никогда не пропадал. Или королю удалось все-таки отомстить ему и спрятать тело своего обидчика, в таком случае сам король умрет страшной смертью. Такие вещи нельзя прощать. Сергей тоже не прощал никого. Убить Сергея, его помощника, означало нанести кровную обиду самому горелому. И все это прекрасно понимали. Именно поэтому король хамил Сергею, как бы подчеркивал свое независимое от горелого положения. Уже за один такой вызов король должен был расплатиться жизнью. Лукой вожак обязан принимать меры, наводя порядок самым жестоким способом, чтобы вернуть себе авторитет, если начался бардак. Горелый посмотрел на часы. Даже если Сергей уехал куда-нибудь по своим делам, и тогда нужно было примерно наказать короля. Правда, в этом случае он накажет и своего помощника, который бросил его в такой сложный момент, что нет, вошел один из его боевиков. Звонил глухарь, коротко доложил вошедший. Сергей просил его достать гранатометы и управляемые ракеты. Он говорит, что уже достал. Прошу кто будет платить и куда их достать. Сам пусть заплачет, впервые вышел из себя горелый, закричав изо всех сил. Он достаточно денег нахапал. Хватит у него денег, чтобы их оплатить. Напуганный его криком боевик стоял у дверей, не решая задать следующий вопрос. Потом, потоптавшись немного, спросил, а куда доставить? На дачу ко мне, успокаиваясь, ответил горелый. Подожди, спроси у него, когда он Сергея видел в последний раз. Сейчас спрошу, поспешил боевик. И пусть мне принесут водки, крикнул ему вслед горелый. Он не любил уезжать со своей дачи, теперь чувствовал себя неуютно в этом ресторане без привычного кресла качалки. Поэтому он и раскачивался теперь на обычном стуле. Из кухни уже давно перестали слышаться крики. Видимо, королю заткнули рот, и теперь с ним обходились по всем канонам палачевского дела, положив голым на раскаленную плиту. Больше одной минуты этого не выдерживал никто. Вернее, не выдерживало сердце. А если клали передом, то пытка не могла длиться более трех секунд. Через несколько минут появился официант с подносом, на котором стояли бутылки водки и рюмка. Рядом лежали нарезанный лимон и маринованные огурчики. Официант быстро все расставил и так же быстро выскочил за дверь. Лядом за ним появился испуганный боевик. Все передал, доложил он. Обещали завести к вам на дачу завтра утром. Горелый налил себе водки, выпил залпом, хрустнул огурчиком. Здесь были всегда хорошие маринованные огурчики. Дальше разрешил он. Сергея видели последний раз в ресторане, пояснил вошедший. Горелый кивнул головой и налил еще водки. Выпил, снова закусил и обнаружил, что его человек все еще нерешительно переминается с ноги на ногу, стоя у двери и спросил. «Чего тебе?» «Я сказать хотел, нерешительно начал вошедь, чем там ребята, кажется, перестарались. Что случилось?» «Король умер», выдавил боевик. «Ну и черт с ним», отмахнулся горелый, наливая себе третью рюмку. Приятное тепло разливалось внутри, и он впервые подумал, что Сергея жалко. Хороший был парень и выпил третью рюмку за упокой души своего помощника и вспомнил об умершем короле. Глава семнадцатая выбирать не приходилось. Сидя за столом, он тщательно пережевывал каждый кусок, понимая, что ему придется идти с посланцем старика на убийство. Но подобных полномочий капитану Рустаму Керимову никто не давал, однако выбирать не приходилось. Либо он согласится на предложение старика, либо должен отсюда уезжать с минимальными шансами на успех. Без паспорта, без документов, в чужом городе и с блокированными вокзалами уехать далеко было невозможно. И он это понимал. Отправляя его в Ашхабад, руководители бюро координации сходили из того, что он обязан действовать автономно, не доверяя местным представителям правоохранительных органов, во имя сохранения необходимой секретности командировки. Речь шла о координации действий против крупной международной преступной организации, чем и обязаны были заниматься сотрудники бюро. Никогда еще в истории СНГ груз такого масштаба такой цены не проходил через территорию стран СНГ. Беспрецедентная наглость наркомафии требовала беспрецедентных ответных мер. Но все благие рассуждения развивались о необходимости предпринять конкретные меры против должника главаря мафии, которого он должен был лично убрать. Он понимал важность своей командировки и ее принципиальное значение для бюро. Старик, в доме которого он находился, был не просто руководителем местной наркомафии. Он был одним из самых близких друзей из Ордани и наверняка знал о готовящейся к перевозке крупнейшей партии наркотиков. Груз мог прибыть либо из Афганистана, либо из Ирана. Вот почему в Таджикистан были командированы сотрудники бюро. которые обязаны были на месте проверить все возможные пути направления каравана. Основным направлением считалась Туркмения, в столице которой находился человек, которого Зарданин знал много лет и к которому нужно было подобрать ключ. Он закончил есть и медленно поднялся. Теперь уже ничто не могло его остановить. Теперь придется идти за этим должником. В комнату вошли Бады Махмуд. Очевидно, за ним следили. Махмуд был среднего роста широкоплекий, ширококосный, с непропорционально большими руками, доходящими почти до колен. Бритый череп был похож на неправильной формы бильярдный шар. Махмуд взглянул на гость, в глазах его не отразилось ничего. Он просто смотрел без каких-либо эмоций. В отличие от него, Ибада не скрывал свои неприязни к осмелившемуся бросить вызов хозяину и после этого явиться в дом. «Пошли», коротко сказал Махмуд, кивая на дверь. Они вышли из дома. Пойдя внутренний двор оказались на улице. Ибад показал на черную Волгу. За рулем автомобиля сидел молодой парень. Махмуд и Рустам сели на заднее сиденье. Парень тронул машину с места. Уже когда они отъехали от дома, Махмуд спросил у сидевшего рядом незнакомца. «Оружие есть?» «Нет», удивился Рустам, «у меня его нет». Махмуд усмехнулся и достал из внутреннего кармана небольшой пистолет, протянул Рустаму. Тот, чуть поколебавшись, взял пистолет, проверил обойму. В ней был только один патрон. Рустам Рустам взглянул на Махмуда, но тот уже отвернулся, наложил свои огромные кулаки на колени. Рустам невольно глянул на руки напарника. У него были толстые узловатые пальцы, больше похожие на железные болты неправильной формы. Рустам невольно подумал, что такими пальцами Махмуд может гнуть гвозди. Они ехали довольно долго, виляя по узким улочкам старого города. Наконец автомобиль остановился у старого дома, окруженного высоким забором. «Пошли», сказал Махмуд, выходя из машины. Рустам вылез следом за ним. Махмуд подошел к калитке и достал ключи. Недолго полозившись, он открыл дверь. Наглянулся на Рустама и вошел во двор. Рустам посмотрел по сторонам. Делать было нечего, придется идти. Он вздохнул и вошел следом. Во дворе было довольно темно. Уже начало смеркаться. Во дворе к ним со злобным решением бросилась собака. Рустам на мгновение растерялся, не зная, стоит ли расходовать единственный патрон на разъяренное животное. Но Махмуд знал, что их ожидает в этом дворе. Он поднял руку, и собака сцепилась ему в локоть. Другой рукой он схватил собаку и начал душить. Несчастное животное пыталось высвободиться из железных тисков палача, выпустив его локоть. Он поднял и левую руку, ломая собаке хребет, после этого отбросил животное от себя. собак отлетела в сторону, судавилась об балку и бездыханное сводилось на землю. Махмуд довольно улыбнулся, когда из дома выскочил человек с ружьем в руках. Он был в майке, в брюках и в тапках на босунок. Редкие рыжеватые волосы прикрывали покатый череп. Уходите, нервно кричал он, убирайтесь отсюда. Махмуд поднял руку. Убери ружье, Касым, коротко приказал он, убери ружье. Этот человек пришел с тобой поговорить. Убирайтесь отсюда, закричал еще раз Касым, иначе я буду стрелять. Махмуд посмотрел на застывшего Рустама, который не знал, что именно ему делать, и усмехнувшись, пошел на несчастного. Стой, перезарядил ружье Касым. Стой, иначе я буду стрелять. Махмуд продолжал идти на него. Стой, уже умоляюще попросил несчастный, иначе я буду в тебя стрелять. Он чуть опустил ружье, но когда Махмуд был в трех шагах от него, все-таки выстрелил. Именно в этот момент Рустам достал свой пистолет. Махмуд чуть дрогнул, пуля прошла покасательной, задев ему бедро. Он дотронулся рукой до бедра, поднял ладонь, она была в крови. Он взрывел, и, сделав два тяжелых шага, выхватил ружье из рук хозяина дома, ударив его прикладом в грудь. Касым отлетел на несколько метров. Махмуд отбросил ружье и, тяжело дыша, повернулся к Рустаму. «Чего ты ждешь?» гневно спросил он. «Добей этого сукина сына!» Рустам поднял пистолет. «Я заплачу, я все заплачу!» бормотал тот, закрыл глаза от ужаса. «Добей его!» поморщился Махмуд. Рана оказалась болезненной, хотя и довольно легкой. Рустам колебался. «Папа!» вдруг выскочил из дома девочка. «Ледвенадцати папа! Что случилось? Кто эти люди?» Рустам замер. Девочка подбежала к отцу. «Добей его!» закричал Тимея от гнева Махмуд. Девочка наклонилась над приподнявшимся отцом и обняла его. «Стреляй!» крикнул Махмуд. Рустам опустил пистолет. «Суткин сын поморщился?» Махмуд делая несколько тяжелых шагов к нему. Он отбросил Рустама своей короткой лапой. Тот упал на землю и выронил пистолет. Махмуд поднял его. «Подожди!» закричал Рустам. «Там же ребенок!» Вместо ответа Махмуд сделал шаг вперед, целясь в голову сидевшего на земле косыма. Тот пытался отстранить дочку, но она не отходила от отца, прикрывая его своим телом. Отец все-таки пытался отбросить от себя ребенка. Когда Махмуд поднял руку «Нет!» закричала девочка, прозвучал выстрел. Махмуд недоуменно обернулся, в испуге сдрогнули косыми его дочь. Рустам держал в руках ружье, он выстрелил из него в Махмуда, попал ему прямо в сердце. Сила жизни в этом мощном теле была настолько велика, что Махмуд простоял на ногах еще несколько секунд и лишь потом грохнулся на землю, словно подрубленный колосс. Рустам слишком хорошо стрелял, чтобы не попасть в такую мишель. «Что вы наделали?» испуганно сказал косым, забыв о том, что случилось всего лишь мгновение назад. «Как вы могли сделать такое у меня в доме?» «Молчите!» крикнул на него Рустам. «Быстро закройте входную дверь на улице и молчите! Быстрее!» Сосым недоуменно глядел по сторонам, тогда Рустам сам подскочил к калитке, закрывая ее, потом подбежал к убитому Махмуду, поднял пистолет. «Тебе нужно быстрее отсюда уходить!» крикнул он Касым, «Иначе здесь скоро появятся другие головорезы Курбана!» «Что вы такой?» поднялся на ноги Касым. Девочка громко плакала. «Это неважно!» «Нас пошлали убить тебя!» пояснил Рустам. «У тебя в запасе только несколько минут. Убирайся отсюда и спрячься где-нибудь хотя бы на два-три дня!» Касым быстро закивал головой и, схватив девочку в охапку, бросился к выходу со двора. «Стой!» крикнул ему Рустам. «Куда?» «В другую сторону!» «На улице стоит машина!» «Вас ничего никому не рассказывала!» «Понимаю!» закивал Касым. От пережитого волнения он начал заикаться. Рустам с сожалением подумал, что теперь он может спокойно уезжать из Ашхабада. Хурбан не поверит ему ни при каких обстоятельствах. Он посмотрел на убитого Махмуда. «Кажется, мне нужно бежать с тобой!» невесело сказал он. «Быстрее в дом одевайся!» «Сколько ты был должен этим бандитам?» «Около пятидесяти тысячи долларов», объяснил Касым. «Их товар хранился у меня на складе, когда его украли. Откуда у меня такие деньги?» «Они все время требовали, грозили, что я заплачу кровью». Они прошли внутрь дома, где Касым начал быстро одеваться. «А куда денешь девочку?» «Она приехала от матери, вернется к ней», пояснил несчастный. Рустам обратил внимание на его руки. Они трясли. Рустам подошел ближе и, схватив руку несчастного, повернул к себе его ладонь. На запястье локтевом сгибе были видны красные точки. Касым был наркоманом в последней стадии. Рустам все понял. И нищету царившей в доме, и дрожащие руки несчастного, и даже то, что жена ушла от него. Только одна причина признавалась уважительной для восточной женщины в случае развода. И этот случай был налицо. Для любого мусульманина увлечения наркотиками или алкоголем было неслыханным нарушением норм поведения. Очевидно, жена была просто вынуждена уйти от человека, ставшего жертвой белого дурмана. «Одевайся», отпустил руку несчастного Рустам. «Тебе есть где спрятаться?» «У моего брата в морге», кивнул Касым. «Где?» изумился Рустам. «Мой брат работает в морге. Он там врач. Я иногда прятался у него, когда искали меня. Никто не знает о моем брате. Он сын моего дяди». Увидев, что отец наконец сумел надеть рубашку, девочка принесла ему носки. Отец кивнул головой и опустился на пол, чтобы надеть носки. Рустам с понятным презрением смотрел на сидевшего перед ним человека. Что-то шевельнулось в его память. «Недалеко отсюда работает сын твоего дяди?» снова спросил он. «Морг здесь рядом. Туда обычно мусульмане не ходят, они обмывают своих покойников в мечети», пояснил вставая косым. «Правильно кивнул Рустам. Кажется, у меня появился план. Только ты должен мне помочь. У нас очень мало времени. Сегодня его почти нет. В доме есть телефон? Нет. Тогда тебе придется действовать очень быстро. И учти, что от твоей сообразительности зависит твоя жизнь. Если Курбан Ака узнает, что мы с тобой застрелили его человека, что он просто отправит нас к сыну твоего дяди в качестве пациентов. Я понимаю, испуганно кивнул косым. У данный есть другой выход. Не через ту дверь с улицы. Нет, но можно пройти со стороны соседей. Тогда быстрее идите. Тут мало времени. В который раз напомнил Рустам нужно, чтобы машина, которая стоит у дома, поскорее отъехала отсюда. Я постараюсь это сделать, а ты в это время сделаешь вот что. Он быстро объяснил свой план перепуганному косыму. Теперь все зависело от оперативности хозяина дома. Рустам посмотрел, как косым и его дочь перелезали через забор и пошел к трупам Ахмода, лежавшего в луже крови. Грузное тело казалось бесформенной массой в наступающей темноте. Примерно через полчаса Рустам вышел на улицу. «Почему так долго?» спросил водитель. «Иди помоги мне», сурово сказал Рустам. Мы не смогли ничего сделать. Он застрелил Махмуда. Водитель удивленно присвистнул. «Это плохо, убежденно сказал он. Если Курбан Акал знает, он оторвет нам голову. Махмуд был его самым близким человеком. Пойдем принесем тело, зло приказал Рустам. Или ты хочешь оставить труп собакам?» Водитель вылез из машины, они вошли во двор. На земле лежал Махмуд, рядом с которым валялся его пистолет. метров в десяти от него лежало тело хозяина дома. Он застрелил Махмуда, а я убил этого, пояснил его там. «Напрасно ты его убил», к сожалению, сказал водитель. «Нужно было привести его к хозяину. Он бы сам его наказал». «Ты говорил, что хозяин может оторвать нам голову?» спросил Рустам. «Давай лучше оторвем голову этому несчастному и принесем его к рбан наказ». «Не делай этого», замахал руками молодой человек. «Такой грех! Нельзя надругаться над трупом». Но Рустам уже не слушал его. Он подошел к лежавшему телу, достал нож, глиснувший в темноте. «Господи!» испуганно прошептал водитель. Через мгновение Рустам поднял голову убитого. «Мы положим ее в мешок и привезем нашему хозяину», громко сказал он. Водителя стошнило. Ему было страшно и плохо. Он старался не смотреть в сторону Рустама, сильно икал, и еще сильнее содрогался от рвоты. Рустам запихнул голову в какой-то мешок и отнес его в машину, пока несчастный водитель приходил в себя. Затем они вдвоем погрузили в машину тело убитого Махмуда. На дороге молодому человеку еще раз стало плохо, и он остановил машину, чувствуя новый приступ тошноты. к дому Курбана Ака они подъехали, когда было уже совсем темно. Рустам вышел из машины, прихватив с собой свой страшный груз, постучался в дверь, и почти сразу открыл Ибад, словно ждавший за дверь его сигнал. «Где Махмуд?» строго спросил он. «В машине», коротко ответил Рустам, и без церемонии толкнув Ибада прошел внутрь, не обращая внимания на воспитанника хозяина дома. Пройдя внутренний двор, он вошел в дом, уверенно направляясь туда, где сидел Курбан Ака. Тот был, как обычно, один. Рустам вошел в комнату, в руках у него был мешок. «Что случилось?» поднял на него глаза хозяин дома. «У Косыма в доме было ружье», повеснил Рустам. «Мы пытались с ним договориться, но у нас не получилось». У хозяина дома дрогнули четки в руках. «Что произошло?» уже громче спросил он. В этот момент дверь открылась, на пороге стоял Иббад. «Я же говорил, что ему нельзя верить!» «Я же вам говорил», закричал он. «Что случилось?» невольно повысил голос и сам Курбан Ака. «Махмуда убили!» «Этот негодяй убил Махмуда!» «Он его убил!» кричал Иббад, вращая безумными глазами. Он достал большой нож, словно намереваясь зарезать гостя, как обычного барана. «Где водитель?» спросил Курбан Ака. «Ему плохо. Он лежит на земле», пояснил Иббад. «Он что-то кричит, я ничего не смог понять. Он кричит и плачет, а Махмуд лежит в его машине на заднем сидении и не дышит. «Я говорил вам Курбан Ака, что ему нельзя доверять», кричал Иббад, сжимая в руках нож, словно выжидая момента, чтобы броситься на незваного гостя. «Ты можешь нам что-нибудь объяснить», нахмурился старик, обращаясь к Рустам. «Но сделай так, чтобы я тебе поверил, иначе мне придется принять очень страшное решение». «У Касыма было ружье», повторил Рустам. «Мы долго пытались его уговорить, но он выстрелил в Махмуда, и тогда я его убил». «Я должен тебе поверить?» презрительно спросил старик, «ты настоящий сукин сын». «Ты наверняка отпустил этого ублюдка и сам застрелил моего человека». «Я тебе больше не верю». «Рибак, позови людей, и пусть его уведут». «Го прислали к нам из милиции, он настоящий провокатер». Ребят повернул голову, в дверях уже стоял кто-то третий. «Подождите», громко крикнул Рустам, «я же сказал, что убил Касыма». «Я тебе больше не верю», гневно произнес старик, отбрасывая четкий, «ты убил Махмуда, чтобы отпустить Касыма. Это была проверка, и ты ее не выдержал». «Напрасно вы так говорите», взмахнул рукой Рустам, бросая в сторону старика мешок. На пол выкатилась отрезанная голова убитого Касыма. Иббат расширенными от ужаса глазами смотрел на это страшное зрелище. Даже хозяин дома вздрогнул от ужаса, когда рядом с ним оказалась отрезанная голова. «Что это?» «Почему-то шепотом спросил Ибат, словно не решавшийся поверить в этот ужас». «Это голова убитого Касыма», Сурова ответил Рустам. «Вы напрасно мне не верили. Я принес вам его голову». Хурбан Ака смотрел на лежавшую перед ним голову и долго смотрел. Потом повернулся в сторону Ибада и тихо сказал «Прищи мои четкие Ибады. Я, их потерял». Глава восемнадцатая Сергей приходил в себя долго, едва разлепил глаза. На людей, часто и много употребляющих алкоголь, действие наркотических препаратов бывает малоэффективным. Поэтому устраивавшие ему засаду Матушевский, Двоеглазов и Виноградова применили к нему повышенную дозу концентрированного эфира. Его долго приводили в сознание, пока наконец он не очнулся и с изумлением обнаружил, что прикован к металлическому стулу и сидит напротив темного экрана. Сергей не понимал, каким образом он здесь очутился. и тем более не понимал, кто и зачем захватил его подобным образом. Пришел в себя, раздался громкий голос, и он вздрогнул. Голос был неприятным, металлическим, словно неживым. «Что здесь?» несколько растерянно и испуганно спросил он. «Ты нормально себя чувствуешь?» снова раздался тот же голос. «Что вы такие? Где я нахожусь?» разозрелся Сергей, попытавшись освободиться, но наручники крепко держали его руки прижатыми к ручкам металлического стула. К тому же его тело опутывали разные датчики. Это окончательно вывело его из-за равновесия. «Сиди спокойно!» посоветовал тот же голос. «Иначе нам придется включить ток». «Какой ток?» не понял Сергей. «Посмотри на свои ноги!» посоветовал неизвестный собеседник. Он взглянул вниз. Два свои ноги стояли на металлическом полу и были опутаны проводами. Он испуганно поднял ноги и снова их опустил. «Что вам нужно?» закричал он, теряя терпение. «Ты Сергей Николаевич Мехерев?» спросил неизвестность. «Да, кивнул Сергей, известен Москве как помощник и правая рука рецидивиста и вора Горелого». «Что это может быть?» подумал Сергей. «Если милиция, то почему допрашивают таким странным способом?» «Нет, не милиция, значит, это могут быть его компаньоны или враги». «Я не понимаю, о чем вы говорите», громко сказал он. «Ты все отлично, понимаешь», голос прозвучал еще жестче. «Не нужно притворяться, мы с тобой не вигра играем». За защитным экраном сидели Сабельников и Матюшевский. За ними стояла Виноградова. Показания детектора фиксирующего ответа бандита внимательно анализировал эксперт в белом халате. Они решили, что посещение и допрос помощника Горелого будет наиболее эффективной формой дознания. «Что вы хотите?» нахмурился Сергей. «Назови год своего рождения!» Мехерев ответил. «У тебя есть семья?» «Нет», удивился Сергей, не понимая, к чему такие примитивные вопросы. Он не догадывался, что это проверка на детекторе лжи и главное впереди. Неизвестный спросил, «Что происходило сегодня в ресторане золотой филинг?» «Они это знают», зло подумал Сергей. Король вспомнил он, «Значит, это люди короля куражатся». «Кончайте, ребята», хрипло сказал он. «Я уже все понял, ладно, ваша взяла. Выходи, король, я знаю, что это ты». Савельников и Матюшевский переглянули. «Его здесь нет», сказал Матюшевский, который и вел допрос. «Повторяю вопрос, почему вы собрались в этом ресторане сегодня?» «Я не знаю», крикнул Сергей, «Я ничего не знаю». И приехал на встречу по указанию Горелого, уточнил тот же металлический голос. «Нет, я просто приехал позавтракать в такую даль, ты не мог позавтракать на даче, на даче Горелого, где оставался на ночь. Я ночевал дома, врешь, ты оставался у него на даче. Зачем ты приехал в Золотой Филин? Я же сказал, что позавтракать у вас была встреча, проигнорировал его ответ собеседник. «Нет», зло отрезал Сергей, «я ничего не знаю и ничего вам не скажу». Он вдруг почувствовал под ногами какое-то движение, заметил, как начали накаляться провода. Он испуганно поднял ноги и в этот момент его ударил легкий заряд тока. «Не надо», закричал он, закрывая глаза от страха. «Как правило, жестокие и глупые люди боятся физических мучений». Виноградова с презрением смотрела на сидевшего против них бандита. Но Тюшевский убрал руку с пульта. «Чувствую себя почти гестаповцем», признался он, даже по отношению к такому подонку. «Зачем вы приехали в ресторан?» повторил он вопрос. «Навстречу», сразу ответил Сергей, «С кем?» «Там были разные люди, все-таки начал темнить Мехерев, в том числе и король. «Почему вы считаете, что вас мог похитить король или его люди?» «Мы с ним поскандалили, и я ударил его бутылкой по голове», признался Сергей, не уточняя причины скандала. «Вы знаете, Романа Кудрявцева», спросил незнакомый голос, Сергей задумался. «Этого человека он знал, но почему они спрашивают о нем?» Он уклончиво ответил. «Слышал его имя?» «Слышали или знаете?» «Скорее слышал». «Вы не знаете Романа Кудрявцева?» не отставал незнакомец. «Я о нем слышал», рассердил Сен Мехерев, «он достаточно известный человек в Москве». «Он дружил с Гаэлым?» «Нет, по-моему, нет». «Они были врагами?» «Почему вы спрашиваете в прошедшем времени?» «Разе он умер?» «Отвечайте на вопросы». «Они были врагами?» «Нет, никогда». «Почему Горелый хотел убить Кудрявцева?» «Бой логик» «Они логик» «Они